Приближается действительно исторически значимая в настоящее время дата. 100-летие со дня Октябрьской революции 1917 года. Этой дате и посвящено видео с использованием цитат Отсюковского в передаче, которая называется «Социализм. Ошибки и перспективы». Итак, Владимир Акимович, вам микрофон. И давайте ориентироваться на бесспорные факты. Вполне уместно будет подумать о том, что же у нас случилось такое со страной, когда, начиная с 1922 года по 1941 год, мы ухитрились на социалистических основах создать величайшую державу, которая по производительности труда, по внутреннему валовому продукту отставала только от Америки, которая вообще войны на своей территории, их не знала. А мы прошли Первую мировую войну, Гражданскую войну, ну не считая финской, всяких там с японцами и так далее, и так далее, которые должны были нас разорить, а мы вместо этого окрепли, и, можно сказать, встретили врага серьезно. Но немножко не успели. Гитлер очень торопил своих генералов начинать наступление, потому что он прямо заявил, еще полтора, максимум два года, и с Советским Союзом можно не воевать, потому что мы гарантированно проиграем. Поэтому надо быстрее, 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 быстрее. Поэтому надо еще добавить то, что во время войны... Надо было эвакуировать 1600 заводов. Они все были эвакуированы на восток, без всякой паники, без всякой суеты, очень организованно. Каждый завод знал, куда он едет. Там ему уже были готовы бетонные подуши, подстылки и подвезено электричество. Сразу сходу, не имея никакого жилья, начиналась работа для фронта. И так далее, и так далее. Социализм показал высочайшую организованность. И эта высочайшая организованность длилась до поры, когда умер Сталин в 1953 году. И, значит, после чего мгновенно началась стагнация. И после этого мы покатились вниз. А вот это уже сомнительная интерпретация фактов. Именно из-за того, что нынешние коммунисты, да, пожалуй, и сам Отсюковский, так и не разобрались, а что, собственно, лежало в основе всех этих достижений. Ведь в СССР не только была разбужена так называемая живая энергия масс, на которую ставку стали делать, как на том же Западе делают ставку на предпринимательство, но и впервые за всю историю человечества у людей перестали атрофироваться творческие способности под влиянием реалий жизни. Те самые способности, которые даются нам при рождении и которые сейчас явно используются ненадлежащим образом. И всё это работало у нас до 1992 года, несмотря на огрехи в управлении и так далее. Более того, в рамках так называемого научно-технического творчества молодёжи и при появлении кооператива всё это пышно расцвело. И, конечно же, не без тех огрехов и преступлений, с которыми, конечно же, надо было бы бороться, но не так же, как это сделали безголовые коммунистические власти и не менее безголовые коммунистические активисты. Чем тут же воспользовались шустрые контрреволюционеры во главе с такого рода предателями, как Ельцин? Именно контрреволюционеры-антисоветчики, которые просто обманули людей, которые хотели усовершенствования социализма и обновления СССР. Кстати, того, что чуть не свершилось в 1993-1994 году, когда люди стали использовать самоуправляющуюся денежную взаимопомощь населению, пускай и на, в общем-то, жульнической основе, которую вполне можно было искоренить. Из-за годов, которые у нас охвачены, значит, демократическими, так сказать, прогрессивными рыночными отношениями, ухитрились развалить страну всю к чертовой матери. И это факт. Вот в этом положении мы сейчас и находимся. Что же произошло? Ну, обычно считается, что нам помогла в этом вопросе холодная война. Что против нас были всевозможные кузни. Что, значит, короче говоря, внешние причины. Но я напоминаю, что внешние причины есть всегда. Именно они, то есть необходимость на них реагировать адекватным образом, и привели к тем самым преступлениям Сталина, которые же, конечно же, здорово нам навредили. Но там же были какие-то причины, почему мы развалились. Да, мы развалились не только из-за того, что были эти массовые преступления и так далее. Ну, представим себе, что коммунисты, например, КПРФ или любая другая партия, придут к власти, и возникает вопрос, что они сделают для того, чтобы снова не развалить страну. Да, к сожалению, им даже китайский опыт не под силу использовать. Потому что другой модели, кроме той, которая была, в принципе, так сказать, перед глазами, по крайней мере, и в истории, вроде как бы нет. В том числе и из-за того, что даже такого рода коммунисты, как Отсековский, получается, китайский опыт в упор не видят. Значит, если мы подстроим социализм на тех же основах, которые были, то, так сказать, никакой гарантии нет. Конечно, если, я опять повторюсь, от Сековски и основ, то некоторых этих в упор не видят. И это один из моментов, который, значит, является источником неполного доверия к коммунизму. Нет, коммунизмы в основном хорошие ребята. Они, понимаете, готовы на то, на сегодня, на пятое и десятое, но только верить им, коммунистам, почему надо? Они же уже имели власть, умели, развалили страну, развалили. Ну так а чего теперь это не ждать? Вот именно. Не хотят они считаться с реалиями жизни. Тонкость здесь заключается в том, что никаких других сил, которые могут восстановить страну, построить социализм и дальше их закоммунировать, в стране больше нет. А вот это уже откровенная глупость. Все у нас есть. Есть у нас и люди, которые повели бы туда, куда надо. Другое дело, что им очень сильно мешают те люди, которые морочат, и им головы, навязывая им мифы и теории, в том числе о построении социализма и коммунизма, который в будущем вполне возможно и возникнет, но явно не в той форме, которая нам сейчас представляется. И в мире нет. Есть вот только коммунисты, которые имеют какую-то программу. Явно неадекватную. Нельзя же все время кланяться на Маркса, который творил в целом в середине XIX века. Вот именно. Спрашивается, а что сделала наша теория? У нас же было полуфилософов. У нас были политэкономы. Там историки разнообразные. Гуманитариев у нас пруд прудишь. Ну вот. Значит, а где теория? Ну где теория? Именно из нашего и отнюдь не только советского опыта мы знаем, как исполняются у нас законы и как руководствуемся мы теориями. Потом началось, значит, восстановление страны. Между прочим, восстановили ее за одну пятилетку. И не просто восстановили, а оставили на местах, как они были, все заводы, которые туда были увезены. А люди приехали обратно и построили новые заводы. Мы после войны получили удвоенную промышленность. И в этом плане нам теория порой только лишь мешала. Как это было в случае с генетикой. Это как можно было сделать? Это только всеобщая системная организация, то есть социализм. А почему не просто работать с головой? И в интересах народа. Естественно. И мы потихонечку, полигонечку, не торопясь, но с ускоряющимся темпом потопали в капитализм. И достигли бы при этом, кстати, уникальных результатов, если бы не разрушали то, что с таким большим трудом создавали. Но они допустили одну такую принципиальную ошибку. Развитие производительных сил работают без развития производственных отношений. Да, и не без этого. Надо сказать, что постсоветский, то есть послесоциалистического капитализма, коренным образом, принципиально, о чем нигде и не написано, кстати сказать, отличается от предсоциалистического капитализма. Почему? Капитализм – это тогда капитализм, когда капиталист, обладающий средствами производства, получает прибыль, денежную, которая является целью его предприятия. Его предприятие нужно не просто так, чтобы оно выпускало паровозы, пароходы и так далее, а чтобы оно, выпуская паровозы и пароходы, оно, значит, приносило прибыль в денежном варианте. Вот тогда это капитализм. Но это же только часть его. Причем сейчас уже можно сказать, что в доисторическом варианте. Капитал входит в оборот каким-то образом, и в результате вот такого даже простого воспроизводства получается прибыль, которая идет в карман этому самому капиталисту. Вот тогда это капитализм. Чтобы получить прибыль, нужно чего-то построить. Те же самые паровозы, пароходы, заводы, фабрики там и много чего. И тогда в результате производства будет получаться прибыль, которую он, конечно, делит со всеми своими исполнителями, с работчими, но не в той пропорции, в которой было бы справедливо, так сказать. Но все же приходится констатировать, что и в СССР эта пропорция была отнюдь несправедливой. Потому что он делит по-братски. Половину мне капиталисту, а половину всем вам. В СССР же в роли такого же капиталиста, причем лукавого, выступала и власть. Но я один, а в всех остальных-то много. Они делят между собой, и у каждого остается в лучшем случае прожиточный минимум. С учетами тех же отнюдь непрозрачных общественных фондов. Но так или иначе, когда большевики захватили власть, причем не сразу после так называемого переворота, как это любят сейчас называть Великий Октябрь, а по поручению второго съезда Советов в Петербурге, рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Ну вот, значит, ну, большевики столкнулись с тем, что страна полностью разрушена. Причем отнюдь не по их вине. Пришлось ввести диктатуру. А что такое диктатура? Диктатура пролетариата. Это диктатура законов, выпущенных в интересах всего народа. Ну, я считаю так, что пролетариатам это все называлось уже, так сказать, по инерции. Но на самом деле в интересах пролетариата, то есть беднейших словев на Сирии. Констатирую, что только так и можно защитить интересы беднейших слоев населения. И за 19 лет Россия превратилась в мощнейшую державу, которая была по многим, по основным направлениям в экономике на втором месте, на душу населения причем, на душу населения. Вот, а по некоторым на первое. Кто пошел, первого освоил космос? Россия. Чей человек полетел в космос? Русский. И так далее, и так далее. И все это в основном стало результатом того, что Сталин использовал кредитно-денежную политику, отвечающую требованиям наших специфических условий. Но надо четко понимать, что если бы наша коммунистическая партия, КПСС, стоящая у власти, не наделала ошибок, в том числе и из-за слепого следования идеологическим догмам, из-за деления людей на классы, не было бы хотя бы и тех же массовых преступлений. Сейчас, конечно, наша задача заключается не только в том, чтобы вспоминать, как было хорошо, потому что подавляющее большинство выступлений газет статей всевозможных книг посвящено тому, как было хорошо в советское время. На самом же деле обо всем этом сейчас пишут с вполне определенным лукавством. Но очень мало программных работ. Куда более печальным является, что на самом деле нет серьезного изучения советского опыта. Короче говоря, опыт Ленина, который создал программу, во-первых, создал теорию и создал программу, когда революции еще не было, но он предвидел, что надо, во-первых, строить социализм и в чем он заключается. Да не об этом сейчас должна идти речь. Мы уже исчерпали лимит потрясений, да и социализмом мы уже наелись. А вот что является для нас сейчас крайне необходимым, это использование опыта сталинской индустриализации, сталинского экономического чуда. И второе, что значит надо думать о том, чтобы удержать власть. Для нас действительно крайне опасными являются всякого рода Майданы. Именно из-за крайне низкого уровня жизни населения. Чему поспособствовали? Коммунистические отношения, а именно в жилье, значит, в здравоохранении и в образовании. Которые привели отнюдь не к тем результатам, которые были бы желательными. Вот, так сказать, небольшая преамбула. Вот для того, чтобы разобраться в этом деле, вот написано вот такая книга. Социализм. Ошибки и перспективы. То есть, здесь сделана попытка хотя бы поверхностно понять, какие были ошибки допущены и какая есть перспектива на то, чтобы избавиться от этого самого капиталистического, а практически иностранного ига. Да, человечество сейчас оказалось перед теми же проблемами, которые стояли перед ним и в 1917 году. Потому что у нас, например, 89% продуктов, это все зарубежные продукты. Наши только 10%. Понимаете, это несмотря на то, что мы продолжаем выводить там зерно там и так далее. Ну, с чего же здесь можно начать? Надо сначала понять, что такое производство. Это уже целая наука. Так и оставить ее надо ученым. Зачем людям голову этим морочить? Вот меня в свое время очень заинтересовал вопрос такой. При социализме у нас в советское время безработицы уже не было. Образование всеобщее, здравоохранение всеобщее, ну, того уровня, какой был достижим. Жилье только, так сказать, назначается, но раздается бесплатно. Я как-то посчитал, что за всю жизнь владелец квартиры, которую он получил от государства, затратит одну четвертую часть ее стоимости. Возникает вопрос. Если при социализме все сыты, все обухожены, все работают, у всех есть жилье и так далее, то зачем нужен коммунизм? Ну, принципиально, зачем нужен коммунизм? Действительно, хватает того, что он есть в фантазиях и так далее. Когда при социализме все хорошо, а чтобы добраться до коммунизма, нужно еще, там, понимаете, много чего совершить, все уже устали, там, понимаете, пора отдохнуть, там, ну и так далее. Не говоря уж о том, что и социализм, то не всех устраивает. Все, что выработано людьми, идет в общий котел государству, и государство распределяет в плановом порядке, ну, поднуждаемости, там, ну и так далее, и так далее. Но, так сказать, никакие, так сказать, государственные деятели не имеют права ничего себе взять. Это все понятно. Но почему надо запрещать параллельное существование тех, кто хочет жить по своим правилам, не покушаясь, так сказать, на наши правила? Так сказать, мирное сосуществование с ними? Всякое бывало. Поэтому всякие хищения, все такое, не носили массовые и тем более организованный характер. Короче говоря, грамотных определений социализма и коммунизма нет. Ну и бог с ними. Ну, хорошо, мы взлетим, а там посмотрим, что делать. Вот так рассуждают сегодня у нас многие левые оппозиционеры. Да и не только они. Ведь на самом деле перед нами стоит следующая программа, как обеспечить надлежащий научно-технический прогресс, то есть тот самый взлет. А уж с надлежащим прогрессом нам везде будет хорошо. Куда бы мы не прилетели. Ведь проблемой является то, что, двинувшись вперед на основе сталинского экономического чуда, используя его в качестве эффективного средства борьбы с кредитно-денежным рабством, мы, к сожалению, не научились надлежащим образом повышать жизненный уровень населения и организовывать эффективную внедренческую деятельность. Короче говоря, если мы останавливаемся вот на этой формуле социализма, что от каждого по способности, то есть каждый вкалывает, не за страх, а заставить там все такое, и каждому по труду, значит, мы должны первое, знать, какие у человека способности у каждого и какие у него потребности у каждого, по каждому по его труду, мы должны оценить труд, мы должны сравнить труд, скажем, землекопа, дворника, профессора, там и так далее, и должны каждому воздать по его труду. Это совершенно немыслимая по объему работа по оценке, она не имеет ни основ, ни критериев, и она на протяжении многочисленнейших попыток ни у кого не удалось, совершенно ни у кого не удалось. В советское время на самом деле ничего подобного не было. То есть, оно где-то там витало, но зато была тарифная сетка, которая была, так сказать, менялась время от времени. Короче говоря, этот вопрос был как-то решен. Но не очень хорошо он был решен, потому что оказалось, что хорошо решить его вообще невозможно. Никто не знает ни своих способностей, ни оценки труда. Каждый считает, что именно он самый умный и самый, так сказать, трудяга. У нас была совершенно неправильно поставлена воспитательная работа, когда при социализме, и особенно в послестанские времена, можно было выкобениваться перед своим начальником, спекулировать тем, что не хватает рабочих по всей стране. Понимаете, не было оценки, но деньги-то были, и там были премии разнообразные, там и так далее, на севере платили больше. Никто, так сказать, против этого дела особенно не возражал, что вот я работаю больше, чем вот он, и мне платите больше. Ну, так как-то неприлично даже было ставить. Но оценки не было, поэтому лозунг этот фиктивный, и это и есть основная ошибка, самое главное, отсутствие теории. Но при чем тут теория? Да, проблема есть, но она вполне решаемая век интернета. Несмотря на то, при социализме основные сферы потребления, я говорю, жилье, здравоохранение и образование уже, так сказать, не входят в сферу товаро-денежных отношений, несмотря на это, тогдашние экономисты и наши сегодняшние экономисты, включая коммунистов, экономистов, значит, все время орут о том, что надо, вот не по этим форумам считать, по этим, вот тогда правильно вы будете знать прибыль денежную. А при коммунизме как? А при коммунизме должны быть деньги. Вот здесь-то денег нету, они должны быть, потому что иначе как мы будем считать прибыль? Действительно, нам еще не хватало сейчас сделать эксперимент с отказом от денег. А какие-то другие критерии? Использовать. Там время затрачено, себестоимость, еще там что-нибудь. Это не то, что выходит наружу для обмена деньгами, но вот, как всеобщий эквивалент. Нет, 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 это невозможно. А это коммунисты. И отнюдь не только коммунисты этой дурью маются. Основная ошибка была отсутствие теории. Вообще-то, давно бы всем уже пора понять, что на советский опыт надо смотреть не сквозь идеологические очки, которые затуманивают картину, а как на чрезвычайно эффективный социально-экономический опыт. обеспечивающий и надлежащий использование денежных взаимоотношений. Все остальное следствие. Все остальное следствие. При Сталине были шесть понижений цен на самые годовые продукты. И вот это как раз является реальной заботой о населении осуществлением политики здравого смысла. Не на предметы роскоши. Там они не упоминались. То есть сфера товаро-денежных отношений сокращалась, сокращалась. Что значит сокращалась? Это просто рубль укреплялся. Что сказал Сталин в работе своей последней? Его очень беспокоила артельная собственность. Он писал, что для того, чтобы было зачем-то полное нормальное плановое хозяйство всего, то тогда нужно колхозы, чтобы преобразовали государственные предприятия. А это уже идеологические извращения. Вообще Ленин утверждал и Сталин с этим был абсолютно согласен, что все производство страны должно работать как единый завод. Зачем? Кому это надо? Сейчас это вообще не вопрос. с помощью компьютерной техники можно делать что угодно. И в частности решить могучую проблему. А ведь именно поэтому Октябрьская революция и стала великой, что она сделала первый шаг на пути с борьбы с кредитно-денежным рабством и позволила Сталину создать реально действующий и чрезвычайно эффективный экономический механизм. На основе не только всемирной, но и собственной валюты. Подобной модным сейчас криптовалютам, кстати. В этом плане отдельно поднимается интересный вопрос о видах собственности при социализме и коммунизме. Да не надо и этим людям головы морочить. Говорят так, что в будущем социализме нам нужны народные предприятия. Да нам и не только нам нужно все, что соответствует здравому смыслу. И в первую очередь инициативная самоуправляющаяся денежная взаимопомощь населения, которая больше всего отвечает интересам авторов ноу-хау. Ну, мне просто грустно становится. О каком тогда едином заводе можно вообще говорить? Все это вполне может мирно параллельно сосуществовать и с единым заводом, если руководствоваться все тем же здравым смыслом. Это атомизация производства. Ну и что? А что в этом плохого? Есть же и те, которые не могут работать в коллективах. Вот я был в Волгодонске, в командировке как-то, и там есть огромный атоммаш, завод громадный. потолки высоченные в небо упираются, ширина огромная каждого цеха. Понимаете? И все стоит. Почему? А очень просто. Потому что этот завод пустили на хозрасчет, а хозрасчет тогда как-то может дышать, когда завод уже сделал какую-то продукцию, отдал, получил за нее деньги, больше, чем он затратил. Ну, это же атомзавод. Значит, его вся продукция многолетняя, он делает ее не один год, делает много лет, и тогда начальники цехов дружно объявили, что они будут хозяевами каждого своего цеха. Что ж, и начальники цехов бывают идиотами, тем более, когда и власть идиотская. И они торговались друг с другом уже внутри этого завода, значит, кто кому какую продукцию должен почем продать и так далее и тому подобное. В результате развалили весь завод и завод встал. Слава Богу, и там Путин навел порядок, отбросив в сторону идеологический идиотизм. В принципе, не может никаких народных предприятий, никаких арселей при полном социализме быть. А в нормальной жизни они должны быть. И в этом плане лучше вообще не говорить о социализме. Не может. Могут быть мелкие предприятия, но они должны обязательно быть подчинены какому-нибудь крупному предприятию и делать для него какие-то второстепенные вещи. Да нет же, в плане экономики никому ничего не надо навязывать. Пусть расцветают все цветы. У нас во время вот в 18-м году было организовано 780 артелей, а где-то к 56-му их было уже 20 тысяч. И слава Богу, а вообще-то в СССР все было и рабство, и феодализм, и капитализм, что, кстати, и спровоцировало массовые преступления властей. Чего-чего от толерантности им как раз и не хватало. Но тогда Хрущевым было запрещено развитие этих артелей, их все позакрывали, и в принципе это было сделано правильно. Ничего себе! Так можно оправдать и вырубку яблонь, а при желании и уничтожение китайцами воробьев. Только надо было, конечно, забреть о трудоустройстве, о том, что инициативу надо поощрять, ну, много вспомогательных вопросов. Одним словом, дурная голова по ногам покоя не дает. Но как-то они были решены. И вот такого рода вынужденные решения как раз и привели к развалу СССР. А делать их основой государства ни в коем случае нельзя. Основа должна соответствовать реалиям жизни, а не каким-то там идеологическим построениям. И дело не только в том, что должен быть организован контроль, он должен, конечно, иметь, но контроль будет всегда удовлетворительным, если руководство, если власть поступает правильно. А правильно значит соответствие теории. А теории-то нету. Теория это вспомогательный инструмент, а не руководство к действию, тем более без головы. Если у вас начались накопления на сберкнижках, тогда означает, что наступила диспропорция между потреблением и денежными средствами. Чушь несусветная. И удивительным является то, что даже Атсюковский не понимает простых истин. Того, что у нас огромнейшее количество незадействованных ноу-хау имеется, на которые и нужно направить использование этих самых сбережений. И, кстати, тот же американский долг по сути направлен на эти ноу-хау. И в этом плане нам пора с них брать пример. Ну, нас радовались. Вот, благополучие растет, все копят деньги на будущее и так далее. А на самом-то деле при социализме этого не должно быть. Ничего себе! Оказывается, социализму не нужен научно-технический прогресс. Не надо на основе денежных сбережений организовывать внедренческую деятельность. Ну, чужие!